12 сборных целых 4 недели боролись за титул чемпионов. Спустя несколько лет перерыва своей команды на 32-ю спартакиаду трудовых коллективов выставили ЭПУ-сервис и Россети Тюмень. Дебютантами турнира стал коллектив «Медиахолдинг Западная Сибирь», но новичкам не удалось прорваться в полуфинал. Ну, понятно, мы только собрались и вышли сразу на чемпиона играть. Понятно, это хороший опыт. Понятно, что никто... Выходишь на площадку, понятно, что хочется выиграть. Но у соперника силы-то посильнее, и, собственно, и опыт есть, а мы только начинаем. Но в любом случае, команда была на площадке, каждый друг на друга, не орали друг на друга, помогали. И, собственно, ну, как сыграли, так сыграли. Следующий соперник у нас посмотрим. Все, как бы, играющие, не то, чтобы вот прям вот такие чемпионы, но играть можно. Эти выходные открыли стыковые матчи. В полуфинале встретились четыре сборных. Когалым «Нефтегеофизика», Когалым «Энергонефть», «Лукоил Западная Сибирь» и «БКЕ». За третье место сражались энергетики и боровики. Встреча закончилась в пользу последних. Таким образом, победитель прошлого года в этот раз оказался без медалей. Занял четвертое место. Евразия на третьем. Целый месяц у нас длилась «Спартакеада». Было 12 команд. Все закономерно. До финала дошли лучшие, сильнейшие четыре команды. Игра за третье место была очень напряженная. Из трех партий до конца боролись. Каждая из команд не хотела отдавать медали. Но мяч определил сильнейшего. В финале встретились две команды. Когалым «Нефтегеофизика» и «Лукоил Западная Сибирь». По первым подачам стало ясно, а компромисса не будет. В первой партии победили «Нефтяники». Во втором тайме «Геофизики» показали хороший волейбол и вырвались вперед. Кто же победит, было непонятно до последнего момента. Предугадать исход такой игры практически невозможно. Команды играли наравне, периодически уступая друг другу. Мяч висел в воздухе. Рекордное время. В третьей партии в упорной борьбе победу одержала сборная «Лукоил Западной Сибири». В начале мы не позволяли сопернику показать свою игру. Давили их своими подачами, игрой в защите. Во второй партии у них получилось. Поменяли они кардинально свой рисунок игры. Поэтому у них получилось, так скажем, нас удивить. В определенный момент мы немного растерялись. Они этим воспользовались. Мы не смогли закрепиться. А третья партия, вы сами видели, все было бескомпромиссно, равная борьба. Ну, сами видели, команды равные. Несколько судейских ошибок повернули игру в другую сторону, не в нашу. Будем тренироваться. И наша цель первом месте на следующий год. Очень интересные были такие длительные розыгрыши. Команды достаточно у нас высокого уровня. Практически вся основа «Лукоила Западная Сибирь» выступает в ночной волейбольной лиге. Поэтому очень интересно такие игры смотреть, потому что мяч при таких очень сильных нападающих ударах, блоке. В этом году в программе «Спортокеады» 13 видов спорта. Среди них новые – дартс и большой теннис. Следующие соревнования – лыжные гонки. Они состоятся 12 марта. Юлиана Сотник, Евгений Скляров. Наши города.